20 апреля в России отмечают национальный день донора. Связано это с первой донацией в стране, которую провел акушер Андрей Мартынович Вольф в 1832 году. Во время родов у одной из его пациентки случилось кровотечение. Тогда грамотные действия врача и донация крови мужа-роженицы спасли жизнь женщины. Донор сейчас трижды герой. Из одного донорского материала врачи могут выделить плазму, эритроциты или тромбоциты. Таким образом, одна донация может спасти жизнь трём больным. А на счету Елены десятки таких процедур. Свою кровь она сдаёт на протяжении семи лет. Донором я уже практически становлюсь почётной. Мне всего осталось два раза сдать. Хотелось помогать людям. Да и вообще это очень почётно, приятно. Очень приятная миссия – сдавать кровь, помогать людям. Группа крови Елены – третья положительная. Встретить такую же можно лишь у 13% людей. Я сдавала родственника, которые попали в больницу, которым нужна была кровь для операции, послеоперационный период. Да, конечно, я сдаю и не только родственникам, а те, кто обращается за помощью. Я сдаю безвозмездно. А вам иногда могут, например, позвонить, сказать, вот не хватает там... Да, да, меня вызывают. Вызывают группу крови, которая нужна с этим резусом-фактором. Стать донором можно с 18 лет, при условии отсутствия инфекционных и паразитарных заболеваний, онкологии и заражения крови. Но перед донацией донорам за 48 часов нельзя употреблять алкоголь, и за 24 часа кушать жирную пищу. Вот утром нужно в день донации выпить сладкий чай с левополучными изделиями. После донации рекомендуется хорошенько перекусить. Также в день, когда вы сдали кровь, категорически не рекомендуется работать. Карина Лаврушина, Влад Кольцов, телеканал «Первый областной».